Маленькая вера Но они сказаны более чем Достаточно, я считаю Повторяться просто мне это не интересно Масса журналистов горится Гонится, знаешь, за какой-то такой Горячей сенсацией И когда Пытаются у меня взять интервью Люди часто это делают не очень тактично Понимаешь, я очень боюсь нетактичных людей И очень боюсь нетактичных публикаций Я очень мало доверяю журналистам Если сказать честно Я понимаю, что работа журналиста, конечно, очень сложная И отдаю должное, конечно, талантливым журналистам Но, к сожалению, мне пока просто не везло Наташа, говорят, что ты Последнее время отказываешься от всех предложений Играть в отечественном кинематографе Это связано с твоими западными контрактами? Я должна сказать, что я отказываюсь Не только в советском кинематографе От предложений Но и от западных предложений Я отказываюсь от предложений, которые мне не интересны Я отказываюсь от тех ролей, которые я считаю, что являются повтором Повтором, ну, к примеру, в данном случае Маленькой Веры А что касается предложений на Западе То, допустим, один из чиновников Я не хочу тоже называть фамилии Я очень не люблю этого Заявил мне о повод того, что Моя карьера на Западе закончена Почему? Был такой разговор Ну, я не смогла ему сделать некую услугу Не потому, что я такая капризная Потому что я действительно не смогла Потому что я болела, у меня были домашние семейные дела Я не в состоянии разрываться так на части Вот, после чего он мне по телефону заявил, что он боится, что моя международная карьера на этом закончена Но ты знаешь, получилось так, что, наверное, часть западных кинематографистов еще не знает о том, что моя карьера закончена И поэтому поступают предложения Но я от них тоже отказываюсь Потому что почему я буду соглашаться сниматься на Западе В фильмах, которые меня не устраивают В материале, который меня не устраивает Понимаешь? Я, в общем, считаю, что надо себя оценить достаточно высоко Если я бы в таком сценарии на русском языке не стала сниматься Почему я должна сниматься в нем на английском или на французском языке? Блестящий советский кинокритик Михаил Импольский Сказал в своей статье, что ты первая советская эротическая звезда Было для тебя это до маленькой веры сюрпризами? Что ты вообще думаешь по этому поводу? Понимаешь? Без чувства иронии вообще очень тяжело в жизни жить Когда я была маленькой, я могла думать о чем угодно Что я стану суперзвездой на экране Или я буду блистать на подмостках там московской сцены Но то, что я буду там супер там секс-звездой, как меня Или эротической звездой, как меня называют Ты знаешь, мне никогда даже в голову этого не приходило Только с чувством иронии можно к этому относиться Но люди, наверное, которые меня не видели А видели только там по фильму или в журнале У них, наверное, складывается впечатление, что ты, наверное, очень такая манкая представительная женщина Это же, это миф Вообще, я хочу извиниться Получился такой короткий интервью, но мне пора бежать Ну что ж, развеялся еще один миф Кстати, о символах Вот принято считать, что партия не находит общий язык с народом Я хотел, так сказать, этой информацией для партийных организаций Привести пример В Москве выходит вот такая газета Она называется «Карретный ряд» Ее издает Свердловский райком КПСС Исполком Совета народных депутатов РК ВЛКСМ и ряд других организаций Эта газета, на мой взгляд, показывает то, что, в принципе, все зависит от людей И партия может найти язык с народом, если она хочет В этой газете публикуются такие статьи Кстати, КПСС, как вернуть доверие народу Большая дискуссия Информация о Петре Аркадьевиче Столыпине О том, что происходило в России в то время И очень интересная, я бы сказал, даже сенсационная информация Это перепечатка из готовящейся к публикации в политиздате Книги Владимира Ефимовича Семичастного, бывшего начальника шефа комитета государственной безопасности Называется «Брежнев страницы биографии» И со страниц его рукописи, где он утверждает, что Леонид Ильич Брежнев пытался его убедить в необходимости убийства Хрущева Называется «Яд и пуля для Хрущева» Если речь зашла о неформальных изданиях, я хочу воспользоваться Это очень формальное издание, если пользуются этой терминологией, поскольку его издает райком партии Свердловский Не более формальное, чем мое издание, которое я хочу рекламовать Потому что это издание международной неправительственной ассоциации, детективного и политического романа Бюллетень называется «Совершенно секретно» Только что вышел вот этот пятый номер, в котором, как мне кажется, тоже есть сенсационные материалы А без саморекламы обойтись сегодня нельзя? Нет, сегодня никак нельзя Сегодня день милиции, поэтому, вернее, он уже прошел на передаче, посвященный день милиции Поэтому это единственное издание такого рода криминальное, условно говоря Поэтому я все-таки хотел бы сказать о двух материалах, которые, на мой взгляд, ключевые Я полагаю, что о своих статьях, да? Нет, вот в мае вынесли на обложку, поэтому я про нее помолчу Два материала, это следующее Это материал «Огоньковцы» Димы Лиханова, это репортаж из приемной КГБ И «Русский дом. Отрывки» из нового романа Джона Лекаре, бывшего британского разведчика Ваши вопросы Не нравится Нина Андреева, ведущего, послать в колхоз, но это, видимо, тебя Да, а кто это? Это Анна Сергеевна Матвеева, город Москва, желает меня послать в колхоз Ну, в общем, я так чувствую, что все призывы к взаимотерпимости и разговорализме Они как-то, как горуха по стену, к сожалению, не воспринимаются Ну, прогноз оправдался Наш прогноз оправдался, да, что этим интервью будут недовольны все Я отдался, я чувствую, что я подставлюсь Кстати, спасибо за встречу с Ниной Андреевой, я за перестройку, но без Обалкиных и Шмелевых Город Москва Программа «Взгляд», наверное Что же вы садитесь в одну лодку с реакционером Андреевой? Ну, я на все записки сразу отвечу Вы знаете, когда из нашей лодки начинают выбрасывать там Евгения Додалева или Нину Андрееву Или кого-то еще Мне кажется, что эту азбуку мы уже прошли в нашей истории Еще вопросы Так, 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 так Что с ведущим Димой Захаровым? Со всеми нашими ведущими все в порядке, мы работаем по графику И всех вы увидите до Нового года Орехова Зуева Как можно показывать дружеские шаржи на Горбачева? Вы знаете, юмор – барометр политики И, так сказать, доброжелательный юмор – это свидетельство уважения и симпатии По-моему, вот из таких вопросов, на которые можно сразу, без подготовки, ответить Все, еще несколько Некоторая информация Значит, по поводу авиабезопасности Организации и частные лица, которые готовы пожертвовать средства На разрешение вопросов безопасности полетов Запишите номер счета Жилсоцбанка 7-2-0-7-4-2 Итак, авиабезопасность 7-2-0-7-4-2 Ну, сегодня Всемирный день молодежи Точнее, тоже вчера, так же, как и День милиции Кстати, по поводу Дня милиции Я думаю, что Многим наш сюжет У милиции мог показаться легкомысленным И я думаю, что Хотя День милиции уже прошел Стоит все-таки вспомнить Что сотни милиционеров каждый год погибают И они защищают нас В общем-то И мы не ставили своей цели Действительно дать групповой портрет всех органов внутренних дел И еще раз обратиться К тем, кто легко пробрасывается словом мент Я думаю, что надо помнить Что та преступница, которая сегодня заполонила улицы Завтра может постучаться в наши двери И защитить нас будет некому Кроме нашей милиции Итак, еще раз Всемирный день молодежи Поздравляем молодежи всего мира с этим праздником По поводу фильма Черная роза эмблема пищали Красная роза эмблема любви Уточняем, что Фильм продается на определенный регион И на определенный срок Я повторяю номера телефонов 143-94-84 233-16-96 Это для организаций, которые заинтересованы в том Чтобы прокатить этот фильм Дирекция рекомендует Дирекция фильма рекомендует показывать фильм Для низкооплачиваемых категорий людей На льготных условиях Ну, в общем, на этом мы с вами прощаемся До следующей пятницы Программу ввели Евгений Додорев Александр Любимов Я хотел бы закончить одной цитатой Которую недавно вычислилась Петра Яковлевича Чаодаева Нет ничего легче, чем полюбить тех, кого ты любишь Но надо хотя бы немножечко любить и тех, кого ты не любишь Ну, мы пожелаем вам всего доброго И последний наш сегодняшний символ Это человек, которого никто никогда не видел Но знают все Это символ добра Я не знаю, милосердия Милосердия к инвалидам Символ добра Который даже при ближайшем рассмотрении Остается таким символом Я не буду говорить, кто это Наверное, вы сами сейчас увидите Доброта действительно спасет мир На этом мы с вами прощаемся Всего доброго